всем здравствуйте у меня сегодня небольшая утилизация джинсовых лоскутков почему небольшая потому что шить я буду небольшую сумочку или косметичку или сумочку на руку или сумочку для телефона в общем как хотите так и называйте кому интересно оставайтесь со мной вот столько я разных разных лоскутов нашила декоративными строчками они разные по качеству разные по толщине по цвету естественно надо все это откладить потому что декоративные швы немного деформирует ну и стрейч тоже деформирует ткань поэтому я все отглаживаю нам надо будет ткань основана которую мы будем нашивать эти лоскуты я взяла определенного размера который мне надо и теперь буду накладывать лоскуты разном порядке чтобы ткань цвет ткани и рисунок не совпадал поэтому надо вот как-то постараться чтобы было более разнообразнее при раскладывании надо обязательно делать небольшой нахлёст 5-7 миллиметров чтобы обязательно было чтобы потом эти лоскуты у нас не разошлись никуда так собираем перебираем переставляем перестановка мест и в итоге получится у нас неповторимое полотно которого не будет ни у кого в мире и даже у вас в следующий раз вас так не получится я разрезала ткань и основу на две части потому что будем вшивать замок и чтобы было удобнее вшивать вот одна половинка уже готова я ее заколола все приколола теперь собираем вторую и опять веселимся переставляем фантазируем куда-то что-то переставляем цвет фактуру меняем направление меняем швов вот в этом месте мне не понравилось что одинаковые мне декоративные швы у меня их не очень много поэтому повторы неминуемы у кого много декоративных швов конечно им повезло вот вы берите свои декоративные швы красивые и прошиваете лоскуты ну вот закончились муки творчества наконец-то и вторая часть у меня сшита вернее прикола то а теперь выравниваем все и прошиваем прошивать я буду зигзагом в двух направлениях то есть я буду вести шов в одну сторону а потом возвращаться в другую и так каждый шовчик буду вперед я вот короткие сделаю швы пройдусь а потом уже длинные вдоль вот этой ткани буду прошивать и должно получиться очень даже симпатично вот так получается здесь вот очень плохо конечно видно сейчас я покажу с изнанки как это выглядит выглядит это вот так то есть я иду в одном направлении потом разворачиваю иголку и иду в другом направлении получается такой широкий зигзаг двойной очень интересный получается шов тоже декоративный а теперь проступаем пошиву косметички или сумочки я выкрою подкладочную ткань такого же размера как сумочка прикладываем теперь и молнию к основной ткани лицом к лицу затем лицом к лицу также прикалываем подкладочную ткань меняем лапку вот так у меня получилось прошила я а теперь делаем то же самое со второй частью я пришила молнию и сделала отстрочку с двух сторон вот так получилось открываем теперь молнию и будем скалывать детали основной ткани и подкладочной молнию надо направить в сторону основной ткани а все припуски направить в сторону подкладочной ткани и прошить оставляя небольшое отверстие для выворачивания теперь я срезаю уголочки все прошито срезаю молнию лишнюю выворачиваю осталось нам только зашить техническое отверстие и сумочка наша готова вот такая удобная небольшая сумочка или косметичка как вы хотите назовите у нас получилось неповторимая ленивый бора очень даже интересно получилось я первую сумочку шила вот такую ленивый бора но там они ленивые тоже был я и ручную вышивала эти лоскуты так что она очень такая трудозатратная получилась у меня эта сумочка пройдите в описании под видео оставлю ссылку очень интересный мне рассказ там кому интересно зайдите посмотреть в этой сумочке как я и сказала много ручной вышивки вот всякая разная вышивка на обеих сторонах эта сумочка она у меня есть я и пользуюсь но она немножко маловато поэтому я вот это решила чуть побольше сделать чтобы туда вместилась уж чуть побольше вещей вот такие две разные совершенно разные сумочки но обе интересные осталось мне пришить ручку для кисти или носить можно без ручки как клач друзья с нетерпением буду ждать ваши комментарии понравилась вам или нет идея такая сумочки кто за вдохновился кто воодушевился кто будет шить такую сумочку пишите и пишите откуда вы меня смотрите очень интересно знать географию своих подписчиков и зрителей удачных и удобных вам сумочек всего доброго до встречи